Скажите, вы хотите стать настоящими артистами? Да! Среди мечтателей шестилетний благовещенец Семен Чухачев. В цирковой студии Левентина юный горожанин занимается полгода. За это время развил гибкость, научился стоять на руках, пробовал жонглировать и крутить хула-хуп. Но больше всего мальчику нравится воздушная гимнастика и фокусы. Своими способностями хочет порадовать и удивить маму. Научился почти нас богачесть, до спинки ногу сувать и еще научился я на полотнах висеть. Дарья Косарева тоже любитель воздушной гимнастики. В Левентина девочку привела мама. Пример и мотиватор – старшая сестра. Она тоже цирковой артист. Тренируется Дарья не только на занятиях, но и дома. Делает зарядку и растяжку. Я мечтала ходить на гимнастику. И мама сама нашла цирковую студию, и я туда пошла. У меня есть сестра, и я хочу как она быть. Она очень красная, и она должна заниматься как я. В детской группе занимаются 13 детей от 5 до 8 лет. Всего цирковую студию посещают больше 70 человек. Все это стало возможным благодаря навигатору дополнительного образования Амурской области по программе художественной направленности цирк.ру. Ее реализуют с применением сертификатов персонифицированного финансирования. Здесь они проходят самые азы обучения. Это прям начальные успехи, так сказать, у них. Мы прошли с ними гимнастику. Они некоторые умеют судиться на шпагат. Начали изучать воздушную гимнастику. Пробуют лазить по полотнам. Проходим основы жонглирования. Они пытаются овладеть одним мечом, двумя мечами. Также с обручами какие-то небольшие, несложные элементы, вращение по телу. После получения базы воспитанники выбирают определенный стиль, который больше им нравится. Отличительная особенность программы – комплексный характер. Он предполагает обучение детей разным жанрам циркового искусства – акробатики, воздушной и пластической гимнастики, жонглированию, эквилибристики. Набор в студию «Левентина» проводят ежегодно в сентябре. Желающие попасть на занятия раньше должны пройти предварительный отбор. Екатерина Борисова, Александра Матошина, Виталий Антонюк. Программа «Город».